Боже мой, какая это прелесть, да? Вообще надо понимать, для чего вы созданы. Вы думаете, что вы хотите на кого-то работать. А может где-то и вам и не нужно? Хотя, в принципе, работники комбината, они зарабатывают и управляют сталь. Учителя лечат, учит учит детей, а врачи лечат. Тоже неплохо. Конечно, хотелось бы, чтобы у всех была нормальная зарплата. Чем должны работники телевидения заниматься? Работники телевидения должны вам показывать то, что вам необходимо. В данном случае, когда мы говорим про электросил, который располагается на улице Вокзальной 5, мы говорим, что вам необходимо электричество, потому что оно, в принципе, издешевое и стоя. Но, поверьте мне, в России работники телевидения немножко другими вещами занимаются. Ну-то не про эту тему мы сегодня будем беседовать. Сегодня мы поговорим о моих косяках, естественно. Косяки есть у каждого мужчины. Ну, я надеюсь, что у кого-то их нету. Но вот они у меня существуют. Они у меня существуют. И очень часто, купив вещь необходимую, я ее ложу в самое ответственное, крайне грамотное место. Так вот, уже потом я все это дело теряю, хотя это лежит на самоответственном и грамотном месте, которое вы должны увидеть постоянно. Но, беря во внимание то, что запасные части и электрика здесь не стоят бешеное количество денег, я всегда знаю, куда я пойду. Я приду сюда, в электросилу. Финальная часть ремонта, да? А почему вы сюда заходите, объясните мне? То есть есть же другие конторы, которые продают электросилу, электричество по полной программе? Здесь попутно просто. А цена опроса? Ну, в принципе, цены нормальные. И вот о чем мы сейчас будем говорить, о том, что теряется. Да, теряется. Я недавно купил тестер электрический. Вот. Показал сыну своему. Он был так удивлен. Оказывается, благодаря этому тестеру я могу продемонстрировать, где у меня в квартире находится электрическая проводка. А вы не знали? Ага, есть такая штука. Стоит, кстати, не сильно дорого. 220 на 250 рублей. То есть можете пройтись по всей квартире, если вы новую квартиру купили, и понять, что где-то там проводка у вас находится. И даже если у вас, ну, допустим, вы еще пока не собираетесь что-то переделывать, но вдруг оказалось, что розетка не работает, вы, посмотрев, где эта проводка находится, можете аккуратно ее туда подцепиться. Клево, есть такая штука здесь. Все остальное так же теряется, так же теряются и паяльники, и все остальное. Ну, зачем мы будем говорить про это дело, потому что это здесь есть. И ценники, их тех же самых денег, не сильно дорогих-то и стоят. Вот оно. В чем преимущество работы с электросилой? Вы всегда сюда можете зайти и вернуть то, что вы куда-то положили. Потом вы это найдете, но с другой стороны, вот сейчас, это очень хорошо, что у меня сейчас есть три цешки. Клево, клево и недорого. Ну, потому что уже брал здесь, и мне понравилось. Чем вам здесь понравилось? Большой выбор. А цены? И цены хорошие. К слову о том, что вы видите в этой половине. В этой половине находятся отвертки, плоскогубцы. Ага, еще очень полезная штука, но опять же не для всех. Я прекрасно понимаю, что 90% мужиков, они отвертками, плоскогубцами умеют работать. Но не каждый сможет обжать сеть. Во, пожалуйста, все внизу есть. Теперь возникает другой вопрос. Может быть, вы круче, чем я. А может быть, и не получается такая штука. То есть, можно же иногда эти вещи потерять. Да, случается. Ну, представляете, да, вы куда-то залезли сверху. Или кто-то залез сверху, и вдруг внезапно вам за шеворот упал кусок расплавленного олова. Вы абсолютно спокойно и грамотно говорите всем. Спасибо тебе, дорогой мой товарищ, сверху, что ты так изумительно делаешь работы по электропроводке. И что-то, видать, потеряли. Ну, бывает такое. А не было? А у меня было. Вот, если потеряли, найти не можете. Опять же, возвращаясь к цене, вопросы. Где вы все это можете найти? Находим подразделение электросилы, которое располагается здесь, на вокзальной 5 и на Комсомольской 17. И затем уже все это дело покупаем здесь, потому что я вам говорю, ценники невысокие. Чего вы сюда заходите, скажите? Мне нравится этот магазин. Хозяин магазина, мой товарищ. А цены? Цены вообще нормальные. Вот тоже лох, да? Ну, простите. Но, наверное, я этими делами и занимаюсь, да? Недавно решил что-то сделать дома. Красиво, красиво так сделать дома. И решил запаять. И скорее, молодой человек, сюда вот приди, да? Здесь такие примочки есть. Сейчас немножко подойдите. Опрыжу прям, ладно. Вот, вот сюда, вот эти примочки, да? Знал бы, купил бы себе. Клево? И эти клево. И вот это клево. Все клево, понимаете? О, человеки умные, а я, к сожалению, не совсем такой. Почему вы сюда приходите? Очень близко к дому, ассортимент большой, качество отличное. Мы вроде об одном говорим, а немножко другие вещи получаются. Заходите, заходите. Это я так уже. Мысли вслух на камеру. То есть мысли вслух на камеру первые были. То есть, ну, я часто все это дело забываю, да? Ну, вы также часто все это дело забываете, поверьте мне. Но вопрос где? Мы покупаем все, что для электричества, для нас необходимое. Естественно, в электросиле. Или на вокзальной 5, или здесь, на Комсомольской 17. Потому что ценники, я еще раз вам говорю, ну, абсолютно небольшие. И если честно, если честно, да? Ну, не каждый же может паять, да? Но в связи с тем, что я паю, я сюда прихожу. Потому что мне здесь нравится. Я здесь вижу то, что должно быть. И остальные вещи тоже здесь есть. Вы что думаете? Здесь невозможно сделать проводку под электричество легко. Вы думаете, что здесь нет возможности сделать электропроводку под вашу телевизионную, обжимную антенну, да легко. Сами можете сделать. Поверьте мне, ничего сложного нет. Есть даже все в наличии. Мало того, если вы что-то не умеете паять, ну, такое случается, да? Ну, не умеете вы паять. Здесь есть обжимные вещи. То есть все аккуратненько и грамотно. Но я надеюсь, ножик-то у вас есть дома, да? Логично же? А остальные вещи просто на обжиме ставить, и все. И у вас уже дома электричество. В смысле? Какое электричество? Телевидение. И на этом самом телевидении вы сможете иногда, не так часто, видеть меня, который вам рассказывает удовольствие, которое вы можете получить, если включаете свою голову. А вот это нам очень необходимо. Включать голову, когда у нас возникают проблемы. Что-то вы смотрите. А что вы смотрите, если не сложно? Ну, скажите просто людям. Выключатели. Выключатели. Нашли? Нашел. Приду попозже. А не будем мы торопиться. Хотя придется торопиться. Потому что сюжет у нас не сильно большой и длинный. Время-то в действительности ограничено. Вот. И то, что нужно для нас. То, что нужно для нас. То есть, просто пересчитайте, сколько ваши лампочки накаливания едят электрического тока. Если вы переведете все свои лампочки, и даже в большем количестве, естественно, на светодиодные лампочки, вы поймете экономию. Вот она какая штука. То бишь, это уже из моего опыта. У меня все переведено уже, практически все переведено на лампы светодиодные. Ценники, которые я плачу за электричество, это реально копейки. Пока я не включаю отопление. А так, используя светодиодные лампочки, я плачу копейки. Думайте, господа, ребята. Потому что, ну, я же вам это говорю. Уж поверьте мне. В данном случае, никакого рекламы в этом материале, в этом сюжете нет. Весело и правильно. А как-то да. Комфортные цены и лучшие условия. И место-то два. Одно, вокзальная 5, другое, комсомольская 17. И здесь есть электросила. Так вот, отсюда уходить даже не хочется. Потому что, понимаешь, что люди даруют вам возможность. Даруют вам возможность получать удовольствие от электричества. Да везде. Ставьте себе световые панели. Ставьте себе светодиодные инструменты. И, естественно, цепляйтесь к чему угодно. И в результате, когда вы сюда приходите, вы понимаете, что, в принципе, здесь нормальный, качественный, грамотный бизнес. По нормальным китайским принципам. То есть вы приходите, все покупаете задешево. Вы получаете удовольствие от того, что деньги сэкономили. Они получают удовольствие от того, что товар продали. И все нормально. Вот к чему мы должны идти. То есть любой ваш бизнес должен исходить из принципа заложенного электросилы. То есть не надо сверх денег-то зарабатывать. Мы же обыкновенные простые люди. А на простых людях деньги не зарабатывают. Им лучше помогают, как они помогают и вам. Вот это главное правило бизнеса.